всем добрейшего времени суток с вами Гараныч и так как с меня сняли ограничения в 15-минутные ролики теперь я могу свободно загружать большие файлы на свой канал решил здесь продолжить прохождение замечательной игры Alan Wake для тех кто не в курсе давайте объясню значит писатель Alan Wake находясь в глубоком творческом кризисе согласился на предложение своей жены уехать в глушь в Саратов но это шутка в небольшой американский городок Bright Falls там отдохнуть и прийти в себя ну вот как только они прибывают в этот городок сразу начинают происходить странные вещи во-первых они селятся в дом на острове посреди озера колдерон как потом выясняется этого дома уже нет как 30 по моему лет он затонул каким-то образом они там поселились и жена Алана Wake пропадает а он приходит себя посреди леса в разбитой машине спустя по моему неделю то ли две после того как они приехали в Bright Falls пытаясь выйти из леса а вейк сталкивается с обезумевшими жителями этого городка которых взяла под контроль какая-то темная сущность ну ему ничего не остается делать как взять в руки в одну руку пистолет другую руку фонарик почему фонарик дело в том что этих тварей убить невозможно пока не выжечь светом из них остатки темной сущности конце концов он добирается дом цивилизации так скажем связывается с полицией оказывается естественно под подозрением полиция пытается найти свою жену конечном итоге за ним устраивают охоту не только вот эти вот твари но и полиция и один такой агент фбр правда он вообще совсем тоже чокнутый по ходу помимо всего прочего калану туда прибывают его агент барни тоже такой интересный перс ну я надеюсь в этом видео мы его еще раз увидим так ну это вкратце дело в том что после всех этих перипетий и приключений алан вейк попадает вот сейчас вы сами увидите попадает так скажем в дом для душевнобольных которые находятся другом краю озера колдерон доктору хардману там по сюжету будет понятно кто он такой с чем его едят что могу сказать игра офигенно абсолютно проработана до мелочей я не имею ввиду графика графика здесь вообще шикарно атмосферность так и прет изо всех щелей и когда я первый раз проходил и это было ужасно страшно даже для меня для здорового мужика а вот помимо всего прочего что меня порадовало в этой игре сейчас я вам покажу изменил здесь заходим звуковую дорожку и вы посмотрите вот эта звуковая дорожка ее можно кстати отдельно проиграть вы посмотрите только на название группы название песен то есть вот сами понимаете что денег-то было угрохано только на одну звуковую дорожку очень так там есть два дополнения на самом деле для этой игры это вот сигнал описатель дай бог мы их пройдем они кстати достаточно сложно и сложнее чем основная так скажем история я не говорю компания не компания это даже не шутер третьего лица это вот это выживастик очень хороший очень качественный а сейчас давайте как вот по заведенной так скажем традиции перед тем как запустить четвертую главу мы с вами послушаем композицию с группы old woods of asgard это поэт и его муза вы пока послушайте а пока пойду перегори а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Сейчас к нам заявится Хартман. Кстати, он с повязкой на нас, вернее, с нашлепкой. Это Алан Вейк ему морду разбил в предыдущих частях. Вот он идет. Ну ладно, пошли за ним. Алан Вейк, я уверен, что мы можем сделать это под контролем, если мы вместе работаем. Вот, Алан. Ну, пойдемте в лифт. Правда, нафига здесь лифт. Ну, Алан, из прошлой опыты с вами, я знаю, что я должен выйти в сердце, как быстро я могу, после этого эпизода. Так что я просто говорю, что Алиса умерла. Нет, ты в очень вовлеченном состоянии, пока ты понимаешь и принимаешь это. Алиса умерла. Алиса умерла. Поехали. Поехали, Алан. Я не готов был для этого, поэтому я с ним в порядке. Он должен был логичным. Но под влиянием от огня, который мне дам, я должен не проработать его слов. Все в голове. Ты делаешь это. Алиса умерла от трагичного ухода с твоей женой. Ни одного убирая. Возвращение вашего мозга, выживание, выживание вашего мозга, пытаясь защитить вас от too болезненные правила. Если мы боремся с фантазией, то это вернется. Я знаю, что инстинкт мне не может resistить, но подумайте о том, что это не имеет никакого смысла, чем эта невероятная конспирация супернатурная, которую вы высказали в вашем мозге? Ты в себе скептика, Аллен. Мы both знаем это. Все может быть объяснено логически. Так, ребят, вы меня извините, конечно, у меня вот левый стик у контроллера лагает. То есть, видите, персонаж постоянно пытается назад отбежать. Не знаю, придется, наверное, новый контроллер покупать. Но это беда всех контроллеров от Xbox, если долго на них играет шутер. У меня два контроллера, один новый, там вообще совсем плохо, а это вот от старой коробки. Ладно, давайте дальше пройдем. Обратите внимание, как все красиво сделано. Здесь игра света и тени. Просто шикарно. Еще сейчас ночью дождемся, мы им покажем. Куськину мать. Так, солнечные часы большого размера. Давайте подойдем к ним, что ли. Читаем. В память о близком другие поэти. Интересно. Кстати, хотел бы в такой местности жить. Вот про что я вам говорю. В память о том, что это не будет. В память о том, что это не будет. Слышно, я не помню, что там было бы что-то в предыдущем. Ну, не важно. Такой, следуй. Слышь мне. Продолжение следует... 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 Вот так вот меня народ нифига не сумасшедший. И кстати мы побываем у них на ферме, один из самых сложных боёв в этой игре. И они говорят правду, именно Вот той самой ведьми из о¬зера Калдерон, которая вот устроила все эту бодягу с Аланом-Вейком всем живой. Так, я помню, как-то к писателю можно пройти, если тоже нужно поговорить. Но дальше уже неинтересно, там просто болтология какая-то идет. Ну, всех дверей, в которые мы зайти не сможем, естественно, не открываются. Хочу с тем поговорить. Да. Дмитрий Хартман любит их. Он их в его офисе. Да? Он очень раден от меня. Он говорит, что я получу гораздо лучше. Я думаю, что я получу гораздо лучше. Да? Очень интересно, он больше не скажет. Долбаный джойстик, а вы мне, конечно, простите за это подергивание. Ничего не могу поделать. Сейчас боевка начнется, там полегче будет. По-любому. Что-то мне подлагивает. Ладно. Так. 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 встречается такие телевизор, когда Алан Вейк сам говорит себе, вот как раз что там спойлерить, на самом деле вот эта вот темная сущность взяла его под контроль и заставила писать книгу кстати, по всей игре встречаются страницы этой якобы не написанной еще книги и они служат как бы некоторыми подсказками, что дальше встретиться например, на тебя там нападут оттуда ты, те-то или те-то это мы сейчас увидим так, а здесь что такое у нас ну, слева в верхнем углу карта и полоска жизни вот желтенькое это направление ну, мы можем даже пройтись паркмен had mentioned that the power had been acting up maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony the generator hadn't been activated and there was no key да что, что делаешь-то так, это это чье тут это план схемы взятия города Париж ничего интересного игра Night Springs и кстати, вот стоит Xbox 360 старой модели хе-хе-хе-хе понятно, а дальше Playn это художник по-моему да, художник да, художник ну, в дворе мы тоже побудем кстати, потом Там у меня все заперто. Ладно, давайте зайдем в свою комнату. Да, ой-ка. Да, ой-ка, 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 ой-ка. Да, ой-ка, 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 ой-ка. Можно найти по ходу игры, но некоторые из них можно найти, проходя на кошмарном уровне. Синклер, зло. Это не новая любовь. Худрый взлет, она не сильно разрушилась. Если она во главном раме Харпман, то она не была. Я могла с ним. Синклер, я могла с ним. Я могла с ним, я могла с ним. Он все мои книги. Точно, он их держал. так это кабинет это Хартмена по-моему я знаю зачем это как раз случилось первое. товаре. потому что не делается так Хартман не успел Матт мог видеть это в своем глазах он быстро снизил его он сделал ошибку Так, ну вот это тот, который выдал себя за похитителя, жены Алана Уэйка. Давайте послушаем пленку, о чем говорили братцы Удин и Тор. Не с мной, нет, никогда. Я, иногда, я почти надеюсь, что Алана взял на меня, потому что, ну, то есть, это приводит к конкурсации, который он не может просто пройти. Но нет, он просто, Алана не спит, и работа, ну, он не пишет, в целом, он сидит там за часы и просто становится больше и больше frustрировано, и я не могу с ним поговорить. Да, скажи, миссис Вейк, что бы ты ему говоришь, если он слушался? Я не знаю, я хочу сказать, что я смотрю на тебя, и это не ты, просто какой-то странный, который ты видишь, смотря на твои глаза, и я не люблю этого человека, и теперь все будет идти в hell. Но ты никогда не говоришь это? Нет, нет, я попробую, но он не слушается, он слишком глубокий в своих проблемах. Он всегда рассказывает о том, что-то другом. Я так боюсь, я потеряю его, и мы даже не говорим, что он не позволяет мне, что он не позволяет мне, что он просто держит меня в текущем. Я так что-то alone здесь, даже когда он будет домой. Пожалуйста, помогай мне, доктор, потому что я в битте. Ну, если ты просто можешь его сюда, я абсолютно сделаю мой самый лучший. Да, но доктор, ты должен быть осознанным с ним. Он не просто будет слушаться и сопоставить. Он самый сильный человек, который я никогда не встречал. Ну, я буду уверен, что это в голове. Слушать ее голос, что она сказала, мне было бы счастлив, и больно, и грязно, все равно. Вообще-то, я понял все слова. Который звонок от нее. Это было бы это, просто записывание. Который звонок от нее. Я не знал, что существует такой роль, не только его впечатляет, но его пакет, который он использовал, они информативные. Который звонок от него, он легко контролирует и полезен. Я бы хотел сказать то же самое о Вейк. Это грустно, что лучшие субъекты, которые всегда так тяжелые, чтобы бороться с этим. Я покупаю это. Я был Кейлин, Вейлер, и это единственное место, который мог бы уехать. Это означает, что Вейк может быть там, тоже. Агент Найтингейл, это правильное правило, и я не позволяю вам уничтожить мою пациенту. Да? Я могу получить пакет. Как же ваши пакети маленькие пациенты такие? Ха-ха-ха-ха. О-хо-ха-ха. Я так сильно интимидировал. С вашей милой ауторитет, сейчас, Агент. Слушайте, вы смуты. Как бы вы любите, если я бусил его через эту кейс и кинок тебя немного? Агент Найтингейл, первое, я записываю эту conversу, поэтому вы можете посмотреть, что вы говорите. Другой, вы сейчас не делаете с ХИГ, я знаю правило, и если вы можете получить правильный правильный правильный, я бы рад, чтобы кооперировать. Но вы не получите. Будьте осуществлены, что еще более коммуникации с мной будут будут сделаны через моего логика. Я не верю в это. Добрый день, агент. Так, это вот агент ФБР Найтингейл. Чокнутый совершенно. Здесь больше ничего нет, кроме работы этого Лэйна, да, если я правильно запомнил его фамилию. Так, выходим. Тогда это посмотрим. Энн. Ну вот справа, там, вот этот мужик, который выдавал себя за похитителя. Вот, там бары, кстати. Давайте, давайте. Вы знаете, как много проблем ты в этом? Я известен. Берри? Оу! О, время времени. Берри, господин, я рад, чтобы видеть вас. Мы должны идти в офисе Хартмана. О, время времени. Это прямо на дворе. Ты в порядке? Да. Я имею в виду, нет. Те птицы мне нашли ровно-трейлер, но они не обманут меня слишком много. Я, конечно, в этом, и я предупреждал себя как-то так. Или я бы подчеркнул их. Говоря о том, что фетт мне очень тяжелый момент. Но я не знаю, где ты был. Энн. 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 Пушка. Ааааа, ну, это было стоило. Серьезно, Вейк. Давай, работаем вместе с этим. Ты не имеешь в виду... Паркет, shut up! Барри, уйди отсюда. Я собираюсь с тобой. Уходи в машину! О, Ал, давай... Вейк! Вейк, слушай мне. Это ошибка. Не видишь? Возьмем мы можем создать что-то абсолютно прекрасное. С твоей способностью и моим. Пипец. Мы будем мстить, и мстя наша будет страшна. Понеслась движуха. Возьмем. 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 Не, 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 не. Куда? Даже... Сюда. О, нет. Тут, кстати, помимо одержимых людей есть еще и одержимые вещи, так скажем. Так, нам сюда. Смотри-ка, свет выжигает. Ух! 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 Хартман не знал, он не был создателем, он не был амбиций на этой стороне, и он точно не хотел, как каждый артист, который работал в этом году. Так, может быть не будет, конечно, надо эту хрень подманивать, и дверь откроет. Давай-давай-давай-давай-давай. Сваричек. Сваричек. Не рискнули, они мне сейчас не положат все. Ничего здесь полезного нет. Аль, Аль, я здесь! Так, парни надо быстрее, и фонарик взять. Фух, это было ужасно. Я нашел машину, но дверь закрыта. Ты должен идти через хрень-мазу там! Берри, у меня нет свет. Возьмите это, Аль! О, Господи! Посмотрите в дом, Аль! Давайте я не забавляю, чтобы пастах прямо. Это... То есть? У нас есть связи с дверью. Я слышу... Да... ...втори... ...втори... ...напр��... ...втори... ...наприненов... 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 Нет, 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 не тебя себе, я не верю. Батаряки встать, их не будут пока, а свет, заряды ах ты выберите все это дело погода у нас это молодец конечно баре но там действительно уберет так что это за все реализм такой приостановлено патронов найти вообще было бы шикарно вот ворота открываются так насколько я помню лабиринт достаточно мрачный жесткое место помимо всего прочего кто не в курсе если Вейка поранили то попав под свет восстанавливает свою жизненную силу так скажем так пистолет это конечно хорошо но с 6 патронами далеко не уедешь поэтому надо искать другое оружие наверное здесь нужно быть предельно осторожным здесь могут накостылять за милую душу так вот боеприпасы для револьвера батарейки понимаю что они здесь шарятся вокруг но что я могу сделать здесь надо осторожно идти так что ты там охранял то гадина чё-то там спел да да не спел опоздал в тот раз не верь Эмилу что ли да хак ну так зову что ли Ага, так, кто там проходит? А вот здесь что? Тупичок? Да, тупичок, без нифига. Пробежимся. Тупичок. Естественно, ваш персонаж, когда много бежит, он устает, поэтому будет предельно осторожен. Так, очередная страница рукописи. Что там есть? Вот. Это будет обалденная, кстати, сцена. Сегодня, конечно, не пройдет, потому что уже почти час, как вещаю. То есть там такая движуха будет. Эти два перца будут зажигать, а мы будем отстреливаться от толпы вот этих тварей. Так, осторожно. Кто-то ищет, конечно, меня. Даже слышно, кто-то слышит. Первый раз я здесь проходил, мне реально было жутко, просто жутко и ужасно. Вот это опасная сцена хотела. Вот это опасная сцена хотела. Где третий? Я его победил, что ли? Что-то не видно. От них еще можно уворачиваться. Так. 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 мне реально не хватает патронов. Просто. Так. Вот сейчас вот так мини-пост сейчас будет походу. что-то там вещает. Что-то там вещает. Так. 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 Так, Большую часть проблем они составляют. Бить им нахрен ворота. Как всегда, когда заканчивается такая страшная музыка, значит мы все-таки справились. Так, по-моему, если мы пройдем туда, сейчас бароны уже не мешают. Там еще одна, кажется, страничка была, но я не помню даже. Нет, не та. С другой стороны. Так, ну это еще не все на самом деле. Тут все. Вот так, у нас есть дробовик и боеприпасы до дробовика, и его страница рукописи. Так, вы пока посчитайте, мне тут на две минутки и я отойду. Я надеюсь, вы меня простите. Это очень важно. Это сделало его лучше, чем Мотт. Но Мотт сейчас называл шаги. Он предупреждал Вейк нахрен и грызг. Но, вместо того, он был готов к борьбе. Мотт знал, что он был под подушкой. Мотт знал, что он был под подушкой. Мотт знал, что он сделал. Мотт знал, что он был подушкой. Мотт знал, что он был подушкой. Мотт знал, что он был подушкой. Продолжение следует... 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 Здесь у нас, а, здесь у нас вот еще что-то строить, эти вот две руки, вот прибавит 12 метров, отлично, просто замечательно. Так, идти нам надо туда, но мы сходим сюда, потому что мы видим еще одну страницу рукописи, может она нам что-нибудь подскажет. Так, вот там Борис стоит, если я не ошибаюсь, нам здесь просто так пройти не дадут, так что все шикарно, насколько я буду, прибежимся вперед чуть-чуть. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key hits kind of loose, so... Barry! Я не беспокоюсь почти. Не реально страшно. Он совсем в старом кладе. Пригодно, Barry! не покатили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Солерий, я там в нем буду жить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот нам опять повезло, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот она, это херни Субтитры создавал DimaTorzok 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 Че я тебе сейчас куда-то могу выбрать? Аплодисменты. Устоковый. Включите. Устоковый. 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 Конец. Мы не терпели, но мы не хотим ее поездить. И он знал, кто это был. Дривая для его жизни и понимая, что это не полезно, он не понимал, что он улыбался, пока он не мог видеть дорогу для слепых. В течение игры он вас подставляет таким образом несколько раз. Если вы остаетесь один, не фонарика или валюра, вообще ничего. Но есть какие-то подручные средства. Или же их нет. Я прошу, что это будет выглядеть. Бах, блин. Бах. . 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 Продолжение следует... 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 В принципе можно не усиливать, тут можно усилить мощность фонариком и тогда быстрее батарейки подсаживаются по этому. Продолжение следует... Давайте посмотрим, что у нас передержит, да, Элина? Звучит звук, который следил кореографию, указанную на него в манискрипте, становившись сильнее и сильнее, двигаясь как вновь, из одного сценария до следующего сценария. Но он был виноват, чтобы следить историю и верить в звук, в котором он пришел. Когда история достигла конца в Лонгфоре, он бы наконец был свободен. Вот так вот... Так, вот у нас некое подобие оружия, это сигнальная ракета. Так, а вот это... Маниха. Капканы. Очень неприятная фигня. Не помню, как я здесь или здесь проходил. На самом деле, по дороге бежать опасно. Куда денешься? Так... Упс. Вот... Не Yahoo! Ну вот я тебе monk снес— Может, как-нибудь... Как-нибудь! А не оглянешься? Ах ты, сука! Светой генератор! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот кто-то... Если мы не пойдем... Не пойдем. За походом ничего интересного и нет. Мы спрыгнули почему-то. Мы можем перепрыгнуть. Так, мы уже вооружены, правда, не слишком сильно опасно. Достаточно батареек-то, вроде бы, достаточно. Генератор. Так, не попасться бы опять в ловушку. Медвежий. Правда, скорее всего, это то ли на сусликов, то ли на волков, вообще-то. Стоп! 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 Ворачивается, как я бы, вовремя выворачиваются, как я бы, как я бы, вовремя выворачиваются. Как я бы, как я бы, опять, если надо, просто. Здесь некие вот заполпали. Что ж, просто ни в какие ворота не лезет. Что ж, просто ни в какие ворота не лезет. Все бегут управлять. Все бегут управлять. Куда бегут? Поверегу крови. Советую душу. Кавалерия, блядь. Блядь, большой. Двали. Я мог видеть машину, но не было внимания двигателя. Как вам эти крики? Да, это домик охотников, насколько я могу судить по интерьеру. Здесь вроде бы ничего такого и нет. Самое забавное нам, по-моему, даже и не наехали. Если я ничего не путаю. Да я не путаю. Я знаю тебя. Ты вчера был в педагоге. Спасибо. Я пошел на фарм снова. Для солнечного солнечного, ты знаешь? Это делает тебя видеть. Они... они не пропустят. Они в луни-бин. Мой парень, Дани... Я потерял его. Что-то произошло с ним. Это не его. Как настоящий, плохой напоминок... ...как настоящий фильм? Мой парень... ...как какой-то плохой парень... ...как... 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 ...как, там телевизор? Сейчас она что-нибудь расскажет интересное. Продолжение следует... 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 как вы сами видите здесь все не просто так вот так на процентной фирмы и сюда что это? да, да, да да, 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 да Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Надеюсь, что здесь еще интересного Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, ну вот это вот ферма Одина и Тора, да, братьев. Соответственно, здесь сцена, здесь трибуна, пиротехника всяческая. Скоро не сцена, пока я видел этаж. Альф! Ру! Входи! Есть слишком много! Блин! Девушки отдыхают... Я очень рад, что вы решили идти с собой, мистер Пронсен. Тихо, и шут! Ох! Мы должны бороться их! Я могу сказать, что он был на файлу! Девушки отдыхают... Су-ка! Ах! Простите! Ну уж, извините. Я так счастлив, что вы решили идти с собой, мистер Пронсен! Продолжение следует... 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 Древние боги Асгарда. В свое время они были достаточно знаменитыми, в 70-е годы. Я не знаю, что мы в Адусе сейчас что-то здесь начнете, если он нами охота, ну естественно. Продолжение следует... 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 народ честно говоря я уже задолбался вот ладно давайте последний раз если вам понравилось то я продолжу да хочу вопрос вот ну ладно это был гора ночи почти вся четвертая глава под названием правда под конец давайте поставлю еще одну песенку на этом видео будет закончено всем спасибо за просмотр всем счастливым пока и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok